Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школы Таро Альвикен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня мы гадаем с вами на Таро котов и кошек на замечательную тему. Каких отношений хочет с вами загаданный человек? У нас будет 4 позиции по одной карте, которую, возможно, придется докладывать. Каких отношений хочет с вами на сегодняшний день, да? На день, когда вы гадаете загаданный человек. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультаций и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Напоминаю, что видео актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Видите, для обозначения выбрала котов. Раз это кошачье, это Ро, значит, обозначать надо котиками. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем с вами. Итак, первая позиция. Каких человек с вами хочет отношений? Загаданный человек вышел. Ну, что означает эта карта? Она говорит о том, что человек считает, что ваши отношения должны быть как приключения. Куда-то, где он еще никогда не был. Что это должны быть совершенно необычные отношения. Отношения, где люди, ну, предаются разным интересным развлечениям. Конечно же, это карта экспериментов. Ему хочется в отношениях много экспериментов, в том числе и сексуальных. Карта активного общения. Ему бы хотелось вместе с вами, может быть, каких-то общих путешествий, увлечений, общие хобби. То есть этот человек полностью заинтересован в этих отношениях, да, с одной стороны. А с другой стороны, они очень легкие, невесомые, да. Отношения, где никто никому не обязан. Но просто люди вместе, от того, что им вместе интересно. Здорово, классно, да. Также мы здесь видим карту четверка кубков, которая показывает котика. Он сидит перед пустой миской, да. Тут еще целая куча пустых мисок. И он не знает вообще, там есть что-то или ничего нет. Тут он заглядывает туда. Вы знаете, ему не хватает внимания. Человеку, которого вы загадали, от вас. Явно не хватает внимания. Он бы хотел больше внимания, больше общения. Больше проводить время вместе. Он скучает, как будто бы, по вам. Ему бы хотелось быть рядом, чтобы вы его обняли, чтобы проявили к нему нежность, заботу, любовь, внимание, да. Чтобы поговорили с ним. Вот что ему хочется. Потому что он как будто заглядывает в ваши отношения, не знаю, там пусто вообще или есть что-нибудь. А тут котик грызет сердечки, да. Хоть это у нас и тройка воздуха, но мы смотрим и на саму карту. Она показывает, что загаданный человек считает, что вы его в чем-то даже без ножа режете. Ну, как-то так получается, что вы его сердечко вот это покусали, а он к вам с любовью, да. Или, может быть, он вас чем-то обидел, а вы обидели его в ответ. То есть вот такое вот. Но в то же время сердечки говорят о том, что есть чувства у человека к вам. Что никогда мы не обижаемся на людей и не обижаем людей, по сути, да, к которым мы равнодушны. Мы всегда натыкаемся на самых любимых и об них, получается, обтесываемся, через них получаем опыт. Поэтому здесь, да, здесь вы любимые, здесь человек хочет с вами вот таких прекрасных отношений и хочет от вас вот этого внимания, да, заботы вот этой. Хочется, чтобы вы больше именно проводили вместе времени позитивно, не ругаясь там, да, чтобы делали друг другу много приятного. Ну, вот нет тут такого свадьбы, да, нет такого, конечно, в этой первой позиции. Ни свадьбы какой-то там, ни семейной жизни я не увидела. Но увидела, что да, человек хочет быть с вами, конечно. Но вот какое-то у него представление слишком легкое об отношениях на самом деле. Слишком какое-то, мол, не должно быть никакой ответственности, предвзятости, не должно быть какой-то нагрузки. Возможно, вы его за это осуждаете, этого человека. Ну, такая первая позиция. А мы идем с вами к следующей позиции. Вторая позиция. Котик с радугой, да, каких человек хочет с вами отношений, которые вы загадали. Ну, а тут игра в кошки-мышки. Видите, пятерка жезлов, пятерка палочек, пятерка огня, как это сказать, да. Человек играет с вами в кошки-мышки. Он хочет играть и дальше. Это страстные отношения, но в них слишком много событий, да, как на пороховой бочке. То да, то нет, то хочу, то не могу, то надо, то не надо. Начинаются качели в таких отношениях. Но человеку вот почему-то нравятся эти качели. Он именно хотел бы этих качелей. Он хотел бы страстные отношения, где постоянно динамика, как в мексиканском сериале, где все время что-то происходит. Может быть, ваш человек сам огненный или воздушный знак, который очень любит много событий вокруг себя. Мы здесь также видим шестерку кубков, которая показывает, что человек смотрит на вас и видит кого-то из своего детства, из прошлого. Вы ему кого-то напоминаете, у него на душе теплеет. Может быть, маму. Может быть, если вы, мужчина, гадаете на женщину отца, сестру, брата, хорошего человека из прошлого, тетю, дядю, или с тем, у кого были отношения в прошлом, может быть, в подростковом возрасте. То есть здесь человек как будто бы чувствует себя рядом с вами вновь в своем детстве. И вы знаете, это опять же игривость, это опять же какие-то проказы, это опять же какая-то событийность этих отношений. Я говорю, как будто это сериал. Человеку нравится этот сериал, человеку интересно в этом сериале, есть динамика. Ему нравится выводить вас как будто на эмоции, на чувства лишние, которых другой бы человек не стал бы даже вызывать в вас. Восьмерка кубков показывает ловкость. Видите, кошка изловчилась, чтобы попить из крана. Здесь ловкость у человека. Ему надоела жизненная рутина в своей жизни, своей именно. Или, может быть, у вас в отношениях уже бытовуха пошла там. Может, вы мужа загадали. Но тогда хочется вот этой яркости какой-то, хочется изловчиться так, чтобы было весело, интересно, классно, чтобы был драйв в отношениях. Вот человеку вот этого драйва не хватает. Ему хочется этого драйва. Хочется каких-то сексуальных игр, времяпрепровождения вместе, совместной радости, может быть, воспоминаний из прошлого. Может быть, вам вместе нравится вспоминать там или смотреть советские фильмы, почему шестерка кубков еще выпала, да. Человеку хотелось бы с вами обсуждать обсуждать общие какие-то темы, идеи. Ему это важно. Но здесь, конечно, более серьезные отношения, даже несмотря на качели, чем в первой позиции. Почему? Потому что здесь человек хочет взять ответственность на себя, но хочет и играть с вами. То есть, с одной стороны, готов в будущем, да, что вот сейчас поиграю, поиграю, выведу уже до последнего белого коленя, а потом возьму на себя ответственность, и мы там, возможно, будем с семьей там или еще как-то. А в первой позиции нет вот этой семьи, да. И мы понимаем здесь, что человеку просто нравится, когда вы реагируете. Вот многие люди так, им нужны эмоции в отношениях, и они их готовы получать любым способом. Вот здесь он не всегда как будто позитивный. Человек готов вас раздражать даже, лишь бы получить вот эти лишние эмоции. Ну, такая позиция номер два. Третья позиция. Каких человек хочет с вами отношений. Давайте смотреть. Тут такой спокойный кот с книгой рецептов, да. А тут он уже готовит, смотрите. Так, семерка жезлов, семерка огня выпала. Здесь, смотрите, здесь человек хочет оградить себя от вас. По причине ревности он вам не доверяет. И сказать, что он хочет отношений, он хочет отношений, но на основе полного доверия. А пока доверия нет, он этих отношений не хочет, потому что ревнует и думает, что вы будете его обманывать, что у вас будет кто-то другой. И тогда, мол, мне эти отношения вообще не нужны, да. Также человек здесь по этой карте может ограничивать от вас свое личное пространство, буквально, чтобы вы не узнали его какие-то секреты. Ему эти секреты про себя рассказывать не хочется. Мы здесь видим десятку пентаклей, которая показывает, что если бы доверие было, человек бы с вами был спокойно в браке. То есть, на самом деле, хотелось бы этому человеку семейной жизни с вами, доверия, гармонии, счастья, радости, зоны комфорта, спокойного вот такого домашнего времяпрепровождения, брака с вами, вот прям семьи, да. Но вот если бы было это доверие, если бы было, допустим, то, что вы не лезете лишний раз в его душу, тоже вариант, что бывает такое, что человек не хочет раскрывать свою душу до поры до времени. Почему? Потому что там, возможно, сидит какая-то чернота, да. То есть, мы боимся своих демонов показывать любимым людям, потому что там слишком они страшны, и нужно время для того, чтобы, ну, вот как-то реабилитироваться от прошлого, да, и потом уже перейти в зону доверия. Видите, туз кубков выпал. Человек, на самом деле, вас очень любит. Вот если это с ревностью связано, да, что вот если бы он преодолел порог ревности, женился бы или замуж бы вышла за вас прямо сейчас, да. То есть, брак, прям брак, счастье, любовь через край. Но вот когда этот человек перейдет в эту зону доверия, вот в чем вопрос. То есть, если бы этот человек открылся, открыл свою душу вам, да, все-таки вы бы познакомились с его внутренними демонами. Видите, еще и рыцарь жезлов выпал. Страсть у него к вам очень сильная, интерес к вам очень сильный. То вы бы в отношениях были, вы бы очень гармоничны. Если вы уже в таких отношениях, да, человек многого здесь боится. Боится, что его предадут или боится раскрыть вот какие-то стороны себя. Но он преодолеет эти процессы. Он преодолеет эти препятствия, все блокады, так скажем, этих отношений. И все будет хорошо. Здесь человек настроен на семью. Здесь человек настроен на любовь. На хорошее отношение. Причем еще и страстные отношения, да. То есть такой человек способен на поступки. Яркие, интересные поступки. На подарки, на то, чтобы устраивать романтику. Это тоже классно. Здесь хорошие выпали карты. Что человек вас любит, я без сомнения, как бы. Ну, такая позиция. Перейдем к позиции номер 4. Каких человек хочет с вами отношений? Добрый повар, давайте смотреть. А вот здесь выпала шестерка мечей. Человек хочет свободы. Человек хочет делать то, что ему нравится. Вот каких он хочет отношений, да. Свободных. Свободная любовь. Причем сознательно идет. Это несколько цинично, я бы сказала. Или совместно проводить отдых, время вместе. Вот так. То есть только отдыхаем вместе, да. Мы здесь видим императора. Мы здесь видим пажа мечей. И мы здесь видим королеву кубков. Он вами восхищается. Он вас обожает. С одной стороны. А с другой стороны, он отвечает, возможно, уже за какую-то группу людей. И отвечать еще за кого-то нет никакого желания и смысла. Или уже когда-то была на нем ответственность. Что он больше не хочет этой ответственности. То есть если с этого кота снять вот этот вот колпак, он второй раз его напяливать точно не захочет. Ему будет это очень некомфортно. И пажа мечей показывает полное недоверие к окружающим, да, к вам в том числе. Восхищается внешностью, восхищается нежностью, сексуальностью. Восхищается, возможно, вашими какими-то чертами характера, голосом. Но нужны именно свободные отношения. Именно свободные. Может, вы загадали женатого мужчину или замужнюю женщину. Кого-то несвободного от обязательств жизненных, да, и так далее. То есть вы загадали, может быть, кого-то, у кого слишком много обязанностей. И еще брать обязанности за вас человек не готов. Но вот устроить совместный отдых готов, да. Провести время вместе готов. Быть любовниками готов или готова. Здесь, вы знаете, трудно сказать, когда перейдет в какую-то другую стадию. Есть именно не то, что любовь, а восхищение. Восхищение. Как восхищаются кем-то прекрасным, но неуловимым. Кем-то, кто восхитил, да, ты попробовал вот этот прекрасный фрукт. И потом уже этот фрукт не нужно, да, вот уже приелся. Или еще как-то вот так вот. То есть какие-то временные отношения. Человек готов, да, хочет. Странно. Вы знаете, любовь, она иногда приходит неожиданно. То есть сказать, что вот этот человек, допустим, побудет с вами в таких отношениях и не влюбится, я тоже не могу. Может такое быть в будущем, что как раз-таки наоборот, да, возьмет и влюбится. Ну, вот такая вот позиция. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok